здравствуйте дорогие друзья на канале у светланы лоди сад вот лето середина лета а я еще ни разу не показала как выглядит мой горшечный садик показывала только как я здесь все расставляю все обихаживаю правда на канале лоди свет показывала тут как-то горшечный садик а вот может быть не все видели мои подписчики кто на другом канале не подписан ну и так давайте посмотрим вот смотрите как он сейчас преобразился весь такой цветной стал специально снимала второй половине дня когда нет такого яркого солнца чтобы получше рассмотреть растения ну напоминаю что делаю третий год свой горшечный садик увидела эту идею на канале елены называется в гостях у елены у нее своя там идеология а у меня получился свой но главное как я говорю эта идея знаю что многие мои подписчики эту идею взяли на вооружение мне уже присылают фотографии я рада что эта идея пошла что называется в жизнь это очень хорошо мой мой горшочный садик находится у входа в беседку и мне кажется он его очень украшает такой садик могут сделать люди у которых небольшой участок например маленький совсем садик огородик и можно с помощью вот каких-то кашпо каких-то вот таких этажер очек или еще подвесов каких-то обыграть любую зону в саду как правило это зона патио или зона беседки ну вот у нас такая беседка она пристроена к бане там у нас проходят все мероприятия чаепитие отдых и так далее что же здесь такое вот прошлом году у меня уже появилась вот такая этажер очка я ее заказала специально прямо для этого садика конечно много растений здесь не влезает ну в принципе много и не надо итак давайте посмотрим когда я делала горшечный садик как это все выглядело еще не цветущим и конечно здесь уже произошла перемена мест слагаемых рокировочка или как написала одна моя подписчица очень классно написала что горшечный садик это игра в горшочки для взрослых тетенек вот именно так я назвала свое видео на канале воде свет то есть мы уже в куклы с вами не играем а в горшочке самое то потому что постоянно здесь происходит какая-то перемена мест слагаемых какие-то цветочки отцветают а какие-то наоборот зацветает и становится выигрышнее в тот или иной момент поэтому и переставляются по саду ну что вот смотрите у меня тут правда страшный ураган улетел горшок вот с этой разибудной она видно тяжелая и вот теперь нужно будет замену этого этому кашпо ну и и на другое конечно получше разибудная пеларгоне здесь ее не было но мне кажется что она здесь красавица стоит у меня и в сочетании с этими двумя пеларгонами были совсем маленькие а теперь смотрите как они выросли и фикс прайсовская вот это кашпо очень даже им подходит вот мне написали что это не ванкувер вот это конкретно ну вот покупалась так спасибо все кто объяснил почему и дал другое название вот здесь тоже будет бутончик только-только начнет свисти хорошо так растет в тенечке и хорошо здесь бегония очень красивая бегония прям черепашка какая-то поставила сюда вот эту децентру серебристую мне кажется что она очень хорошо так оттеняет много-много красок она вот своим серебром немножко так их притеняет краски маленько стала расти совсем долго-долго она у меня тут три растения в кашпо ну литра наверное 34 вот наконец допустила косы ну приятная такая она вот мягонькая вот и замена все время происходит разных фуксий вот эта девочка цвела очень классно это у меня маринка кеми вот какой-то странное название ну вот так мне далее вот такая вот нежно-нежно потом отсюда убирала сейчас я ее опять поставил потому что она опять пустила бутончики сосульки вот это моё деревце который как я говорю все говорили выкинуть цветет неустанно вот уже сколько месяц наверное вот прям посмотрите столько много цветов что она уже из-за такого деревца превратилась плакучую крону ну потому что нужно было еще резать но я не хочу пусть вот так она будет ну и конечно сейчас в расцвечивание этого садика большую роль играют бальзамины вот такой мой бальзамин зимой череночками рос этот бальзамин танечка со мной черенок зимой поделилась посмотрите какие розочки белоснежной это вообще прямо нежность красота такая вот обалденная да о превратился в большой-большой куст вот это вот импатинс мы там травка импатинс ну тоже так наращивать но я бы не сказала что узнаете сумасшедшие дает куст у меня в таких же кашпо у кашпо наверно 5 или 6 литров здесь но я думаю что так растет хорошо но это второй вот такой же экземпляр мой они растут в кашпо наверно три с половиной литра вот какой шикарно и вот еще импатинс он вот такой ну тоже пока растет так не шатка не валка что еще здесь есть это комнатный цветок который совсем взял сбросился листья сейчас по новой растет вот такой странный и это тоже это все товарищи привезенные кто с турции кто с кипра вот наращиваются странная пиларгония которая ой странная бегония которая должна быть желтая махровая ну вот как-то мне бывает что с ними не везет она вот такая оранжевый и не по и не махровая но молодец цветет цветет и цветет вот там травку нож поколоть посмотрите тут тоже хлорозе спасибо всем за рекомендации сегодня обработала сульфатом магния но я уже это делала ну и железо давала и все но вот такой хлороз молодая слава богу это помните у меня была большая гортензия которая погибла в этом году вот так невзначай не страна огроменный куст до сих пор не могу прямо я с этой беду и как-то забыться жалко очень но вот хотя бы сохранился черенок то вот такая вот она красивая салатово-розовая magical song называется песня песня море вот такая слава богу что хоть сохранилась ну и еще здесь фуксии в подвесных посмотрите вот это фуксия только-только набирает вот такие у нее красивые бутоны вот сами даже бутоны красивые посмотрите но только-только она еще вступает в свою силу и вот эта красотка вот эта красотка мантила она прямо целый вот молодая молодая это в этом году я покупала еще не зимовала в двух местах и она мне вот такой занавесочка очень нравится там в клетке все хорошо с традисканциями во все дыры она пускается там такая мощная мощная куртина вот так что все здесь хорошо теперь с этой стороны посмотрим вот там традисканция такая синяя турецкая всякие разные игрушечки для взрослых женщин что-то плохо чувствует у меня вот это деревце она пытается цвести цвести но видно что то ли сил не хватает опять я срезала один раз все прям бутоны нет она опять все выпустила это магда так старается но вижу что ей не хватает силенок подкормила но опять срезать бутон прям не знаю что и делать три филла цветет всю зиму вот посмотрите у нее какие длинные вот это все зимы видите так постепенно 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 зимы цветет но сейчас очень много наращивает новых побегов пить и с бутонами поэтому опять будет цвести цвести и цвести ну и здесь мелко шичко вот такая новенькая у меня фуксяшка и отличные колиусы обожаю такие колиусы ханна а это не знаю танечка мне дала и вот такая кадочка тут тоже 2 пеларгонии даже 3 пеларгонии еще вот такая плюшечка и вот это коллизия так что вот все хорошо теперь наверх посмотрим и полюбуемся на мои бегонии о бегониях наверно сниму отдельно видел сейчас просто так любование вот они уж точно украшают верх композиции о какие красотки все ну все красивые прям посмотрите сколько а это какая необычная правда напоминают кувшинки здесь сколько еще бутонов это молоденькие к этого года санта-крус обалденно цветет в этом году ведь всю зиму дома я его резала нещадно просто бесконечно вот и здесь ой и здесь тоже маленькие прямо две у меня в одном горшке это все из семян это и семян и там из семян правда я подсадила к ней калибра хуа но она там хорошенько уже ну подойду да уже набирает бутоны вот вот наверное будет желтая должна быть во всяком случае а она не дает калибрашка не дает сжигаться поэтому они пока здесь в дружбе ну и стеночку вам показываю я осенью показывала что здесь сняла весь девичий виноград выкопала выкинула но так боялась что эти корешки где-то останутся но вроде как ничего нигде не встречаю ну и чтобы в моей беседке это солнечная южная сторона как-то не нагревалась она сильно ведь я посадил декоративную фасоль семена свои еще соберу кому-то если будут нужны там с какими-то моими заказами могу в подарочках вам прислать вот такую декоративную фасоль быстро нарастает и цветет прекрасным этими красными яркими цветами цветами ну и вот декоративная стеночка и здесь я весной посадила 4 клематиса и розу которую очень долго ждала вместо розы получилось то что получилось совсем другая роза и это опять не первый раз в моей жизни а клематисы посмотрите начинают цвести мне писали что это все их заглушит но пока мне их цветение не особо и нужно мне необходимо чтобы клематис здесь хорошо укоренился и это самое главное чтобы он нарос хорошую корневую систему нарастил вот так и тогда потом все будет как надо жималась каприфоль великолепно выросла в этом году посадить сколько дала он какие длиннющие побеги ведь была такая замокрышечка все рванула она рванула потом уже даже и сдерживать придется ну и клематисы посмотрите пурпура плена elegance вот у нее маленькие цветочки ну посмотрите действительно махровых много они потом будут крупнее просто это первое такое цветение совсем вот и этот клематис который покупала у александровой светланы я считаю что у светлана самые красивые сады в мире каких я только видела она садовник ландшафтный дизайнер присылала мне из магнитогорска два клематиса и княжек княжек вот тут растет вот он а клематис вот этот называется ком тес де бушо вот тоже он потом еще покрупнее будет и еще тут вот один начинает зацветать название тут не сохранилась но она где-то есть у меня и тут еще один клематис blue вот такой будет голубой вот как-то он называется сейчас скажу мультиблу вот мультиблу тоже он тут растет вот видите новенькие вот мультиблу тут еще вот так что все хорошо выросла моя стеночка и чему я очень рада правда вот туда тоже пихаются я удалила девичий виноград потому что он туда все время пихается там грязи в беседке от него ужасно но смотрю декоративная фасоль тоже старается туда залезть так что возьму лесенку и подстригу чтобы туда не лезло так что вот такие дела с моим горшечным садиком потому что спрашивать стал ночевого в этом году не показывает все ли хорошо все хорошо все ярко все цветное и честно говоря мне эта идея очень нравится присылайте ваши фотографии с горшечными садиками вдруг я что-нибудь опять себе вы вижу интересное пригляжу и используем всем спасибо за ваши комментарии всего всем доброго вы были на канале светлана воде сад подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной ну и дальше будем следить за развитием моего сада и огорода главное не болеть не забывайте не забывайте а и Продолжение следует...